Прямо вести в субботу и прямо сейчас о том, что полезно знать каждому, как распознать у вас и особенно у вашего ребёнка сахарный диабет и почему важно измерять свой уровень кальция. О предварительных итогах Всероссийского съезда эндокринологов наш Дмитрий Петров. У маленького Вани сахарный диабет обнаружили, когда ему едва исполнилось три года. Вызвали скорую и вовремя. Врачи оказали неотложную помощь, вывели из острого состояния. Обошлось без реанимации. Начали инсулинотерапию. Ванина мама с трудом сдерживает слёзы, когда рассказывает об этом. Тогда для неё мир рухнул. Но теперь, оказывается, жить-то можно. Вань, что ты знаешь? Ну, он уже знает, когда у него низкий сахар. Он может мне об этом сказать. Он знает, что ему нужно в этот момент скушать. Медицинская наука шагнула далеко вперёд. Для диабетиков разработаны специальные помпы. Конечно, сначала надо научиться ими пользоваться. На такие уроки диабета, как в эндокринологическом научном центре, родители ходят вместе с малышами. Мы работаем прежде всего на всю страну. То есть у нас москвичей, жители Москвы и Московской области, только малая часть. Это примерно 30%. 70% — это жители со всех регионов, начиная от Калининграда и кончая Камчатка. Самый важный фактор в эндокринологии — генетика, наследственность. Но теперь в России действует программа, по которой все дети, независимо от того, где они проживают, могут пройти молекулярно-генетическое тестирование. Дистанционно ездить никуда не надо. Только прислать анализ крови или ДНК. И вот в эти дни под эгидой эндокринологического научного центра Минздрава проходит уже третий всероссийский эндокринологический конгресс. Прямо здесь, в холле конгресса, можно сдать такой вот экспресс-анализ на содержание кальция в крови. И, оказывается, в стандартный набор медицинских анализов кальций не включён, даже если вы проходите ежегодно диспансеризацию. Но именно это, в общем-то, недорогое исследование позволяет на самых ранних стадиях, ещё до наступления клинических осложнений, выявлять биохимические нарушения в 90% случаев. Ну что у меня с кальцием? Всё в порядке. Низкий кальций может говорить и о дефиците витамина Д и кальция, и тогда необходим приёмный кальцийных препаратов дополнительно. Высокий кальций может свидетельствовать о разных заболеваниях, в частности, о первичном гиперпаратериозе. Именно поэтому врачи-эндокринологи развернули настоящую кампанию за включение кальция в список обязательных анализов. А ещё выступают за принятие закона о повсеместном ядировании соли. К слову, он действует уже более чем в 110 странах мира и позволяет профилактировать заболевания щитовидной железы. И о том, что уже сделано. Помните, в советские годы, особенно на юге, было много, как их называли, цирков лилипутов. Тогда среди нас действительно было много людей маленького роста. И вот сейчас российские медики смогли полностью поставить под контроль заболевания, связанные с недостатком гормона роста. Таких пациентов у нас 14 человек на 100 тысяч. Последние исследования, проведённые специалистами Института детской эндокринологии, показывают, что заместительная терапия гормона роста позволяет пациентам, а это школьники, сократить отставание от сверстников. Даже с учётом дороговизны гормона, лечение всё равно обходится в три раза дешевле, чем социальное обеспечение инвалидов с маленьким ростом. И почти в 12 раз дешевле, чем стоит такое же лечение в Европе. Все дети без исключения в любом уголке нашей страны получают бесплатно гормон роста. И поэтому карлики вырастают до двух метров, до метра семидесяти. То есть те, кто взрослые, вот остались карликами, детей таких уже теперь, взрослых таких не будет. Все дети лечатся отечественным, очень высоко качественным препаратом, который не уступает зарубежным аналогам. Конгресс собрал более двух тысяч специалистов из всех российских регионов. Работа организована по тематическим секциям. Отдельно собираются молодые врачи. На научном заседании обсуждают проблемы клинической эндокринологии. По словам учёных, такого богатого спектра патологий, как в многонациональной России, да с её-то количеством климатических поясов, нет больше нигде в мире. И это тоже двигает науку вперёд. И вот уже светило отечественной эндокринологии ставит своим воспитанникам новые задачи на ближайшие десятилетия. Это ишемическая болезнь сердца. Это, безусловно, ишемия нижних конечностей. Это, конечно, спасение почек и глаз. Конечно, болезни щитовидной железы. Вот эти врождённые. И мы хорошо в России внедрили предимпланационную диагностику. Когда можно, так сказать, эмбрион посмотреть и исключить моногенные, полигенные, хромосомные болезни. Дмитрий Петров, Даниил Крапивин, Виктор Мамаев, Виктор Приходько, Алексей Сысоев. Вести в субботу из Академии наук.